Три парня выходцы из Bullfrog Production основывают Big Blue Box Studios для создания игры мечты. РПГ в открытом мире и с огромным количеством возможностей для игрока. Издатели не очень радуются такому предложению от разрабов-мечтателей, но им всё же помогает старый друг из Bullfrog, Питер Дуглас Малиньо. На правах взаимовыгодного сотрудничества Blue Box начинают работать над игрой, но позднее это сотрудничество меняется на вполне себе рабочие отношения. Blue Box становится частью Lionhead, студии Малиньо, а в Fable игра от Blue Box становится для Lionhead возможностью остаться на плаву после финансовой неудачи студии. Кровью и потом авторы доделывают игру. Fable получает признание игроков и критиков, разработчики продолжают её поддерживать, а Microsoft-издатели игры предвкушают сиквел. История серии Fable продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok Fable стала для авторов показательной игрой. Big Blue Box Studios в начале разработки первой части насчитывала около 20 сотрудников, а ближе к релизу над игрой потело около 90 человек. Этих людей Blue Box видели впервые. Это были инженеры из Microsoft и работники Lionhead, помогающие реализовывать обещанную всем игру мечты. Такая атмосфера была... своеобразной. Если старички студию её вытягивали спокойно, на опыте, то молодые мечтатели, которые пришли в ламповую студию в прекрасном зелёном районе британского городка Гилфорд, были в полнейшем шоке. Мало того, что в уютный мирок ворвались незнакомые люди, так теперь ещё и эти люди занимаются вашей игрой. Всё это произошло резко, и никто не был готов, даже офис Blue Box. Он просто разрывался от людей, и было некомфортно, даже невозможно работать. Так что разработчики, которые уже и так принадлежали Lionhead, переехали в штаб-квартиру компании Molineux, где и завершали игру. Мирное время закончилось, как и прекратила своё существование сама Big Blue Box. Последние недели разработки сломали молодых сотрудников Blue Box. Режим 6-7-дневной рабочей недели по 12 часов тяжёлый сам по себе, так ещё из-за этого многие теряли связь с родными и близкими, пропускали дни рождения, свадьбы друзей. Некоторые, к примеру, Ian Deniston, кодеры с Blue Box, не могли работать без медицинской помощи и доделывали игру, сидя на антипсихотических препаратах. Разработка Fable уничтожала людей, сжигала их. Команда была разбита, неделя за неделей, месяц за месяцем они работали по 50, 60, 70, 80 часов в неделю. Несколько браков было разрушено, были разрушены жизни. Чудом игру доделали, она была отполирована, её даже продолжили поддерживать и импортировали на ПК. В 2005 году Microsoft говорит, ну что, ребята, давайте делать продолжение, и вы можете себе представить реакцию некоторых сотрудников. Были те, у кого открылось второе дыхание, но в основном это десяток ветеранов студии и тройка основателей Blue Box. Молодые специалисты выиграли, и мысль о том, что даже в таком жёстком кранче не удалось реализовать многое из обещанного не просто угнетала, а напоминала о том, что дальше вряд ли будет лучше. Банальная идея открытого мира в итоге была заменена на кучу локаций, которые постоянно прогружались, что выбешило авторов, ведь они хотели чёртов открытый мир. Пресловутый открытый мир был уже везде, в Готике, в Моровинде, да даже в GTA San Andreas, которая тоже вышла в 2004 году. Но его не было в Fable. Итак, многие ушли, и где-то нужно было искать новых сотрудников для работы над анонсированной Fable 2. Конечно, можно было бы просто взять других ребят из Lionhead, ведь там хватало людей. Две игры разрабатывались параллельно с первой Fable, и ещё две разработки были закрыты из-за финансовых проблем студии. Суммарно у Lionhead было почти 200 сотрудников, большая часть из них работала над Black & White 2 и чуть меньше над The Movies. Малиньё разрывался и не успевал следить за всем. Это радовало разработчиков The Movies, которые сравнивали надзор Питера с оком Саурона. В относительно непринуждённой обстановке они доделали свою игру, и она оказалась финансовым провалом. Activision, издавшая игру, негодовала. Во-первых, издательство верило, что у них в руках будет конкурент The Sims, а продажи и близко не были на уровне симов. Во-вторых, часть ресурсов ушла на создание сайта, куда игроки могли бы загружать свои созданные фильмы. А тут, как назло, появляется Ютуб, на котором мы с вами сейчас находимся и куда можно абсолютно бесплатно загружать видео. Ну и в-третьих, аналитики из Activision посчитали, что рекламная кампания была неудачной. Вместе с The Movies выходит Black & White 2 и тоже разочаровывает издателя. Electronic Arts. Продажи низкие, оценки слабые, а вбухано в игру многое. Малиньё кается, говорит, работать над большим количеством игр одновременно было ошибкой. Мы должны были чётко сконцентрироваться на одном проекте, а не распыляться на несколько. В итоге деньги приносила только Fable. Поэтому LineHead концентрируется на разработке Fable 2. К сожалению для студии, после неудач Black & White 2 и The Movies из неё ушли многие опытные сотрудники. Геймдизайнер Марк Хилли пошёл создавать новый проект, который позднее станет знаменитой LittleBigPlanet. К нему присоединились Алекс Эванс, Дэвид Смит и Карим Этони. Все опытные и ценные сотрудники LineHead. Студия в беде. Все это понимали. Как внутри, то есть сотрудники, так и снаружи, то есть другие компании. Поэтому Fable 2 пока не ушла дальше концептов. Какой смысл что-то делать, если ты уверен, что твоей студии скоро не станет? В LineHead приходят два письма касательно будущего студии и будущего Fable. Первая от Ubisoft. Французы пишут, что готовы купить LineHead и профинансировать выход Fable 2 на консоли PlayStation 3 и, возможно, на ПК и других платформах когда-то позднее. Подробности предложения неизвестны, но смею предположить, что Ubisoft бы попросту сделал из LineHead свой офис в Лондоне. Второе письмо от Microsoft. Они также готовы купить студию, полностью профинансировать разработку Fable 2, которая станет эксклюзивом Xbox 360. Питер выбирает второе письмо. В апреле 2006 года Microsoft официально приобретает LineHead. Сумма сделки не разглашается. Питер Молиньо сообщает, что речь о нескольких десятках миллионов фунтов стерлингов, но можем ли мы верить Питеру? Разработка Fable 2 наконец-то сдвигается с мертвой точки, но всё ещё очень мелкими шагами. Прежде всего, Microsoft решила привить мечтателям корпоративную культуру и отчётность, чтобы больше никаких полётов в облаках, чтобы делалось всё чётко, по плану и с обязательствами. Вместо создания концептов, идей, сотрудники LineHead смотрели обучающие видеоролики, причём не о работе над играми, а о деловой культуре в Microsoft. Художник игры Джон МакКормак говорит, что после покупки LineHead около двух часов в день сотрудники тратили на просмотр роликов о том, как себя должны вести сотрудники такой корпорации, как Microsoft. Но не это беспокоило разработчиков. Беспокоило очень странное требование. Для бонусной выплаты за разработку игры ставится условие, что после релиза Fable 2 должна получить от прессы не менее 85 баллов на сайте Metacritic. Это реально было прописано в договоре. Как, чёрт возьми, мы можем влиять на оценку Metacritic? А ведь она будет влиять на мои деньги. Но некоторые просто были рады, что остались в тёплом офисе и им не пришлось искать новую работу. Со временем все приняли правила игры. После первой Fable в студию приходили письма с угрозами. Сейчас в это сложно поверить, но в 2005-м из-за однополых браков в игре и темнокожих героев в качестве важных сюжетных персонажей сотрудникам грозили смертью, обвиняли в сатанизме и обещали подать иск, так как восьмилетний мальчик наигрался в Fable и стал геем из-за игры. Это лишь подстегнуло Lionhead. В конце концов, они придерживались мнения, что если на игре маркировка 18+, то какого чёрта ты купил её своему ребёнку? Это зрелая игра для зрелых людей. У тебя какие-то проблемы с ребёнком? Реши их, а не забивай голову нам. Игру нужно было сделать масштабней. В конце концов, речь шла о новом поколении консолей и новом железе. Вот только инструменты разработки отставали. Разработчики пишут, что софт для разработки тормозил создание игры. Однажды мы потратили суммарно 36 часов только для выстраивания освещения на уровне. Это был полный бардак. Загрузка редактора уровня занимала около 45 минут, и в этом редакторе приходилось тратить 3-4 часа на создание небольшой локации. Хочешь удалить объект, то кейжди около 7 минут, пока всё это прогрузится. Кучу времени я просто смотрел на мониторы и ни черта не делал, и речь не о прокрастинации. Питер Молиньё очень хотел ввести в игру две новых функции. Первая – упрощение игры с помощью хлебных крошек. Так называли путеводный огонёк, показывающий игроку, куда нужно идти по заданию. Родилась эта идея из-за того, что сам Питер терялся в масштабных РПГ с открытым миром, и доходило до того, что он забрасывал из-за этого игру. Поэтому он не хотел, чтобы подобное произошло с игроком в Fable 2. Вторая функция была эмоционально важна для Молиньё. Во время разработки произошёл несчастный случай. У Питера было два лабрадора, которые сбежали с участка к кому-то на ферму, где их пристрелили. Одна собака смогла выжить, вторая погибла. Это повлияло на Молиньё, и он произнёс перед командой мотивационную речь о том, что в игре нужна собака для большей эмоциональной связи игрока с Fable. Как позднее скажут сотрудники, это была одна из мощнейших идей Питера. Он замотивировал разработчиков, они были готовы реализовать это, и он также убедил руководство Microsoft, что нужно потратить время на создание пса-напарника. Идея могла затеряться, как и десяток других до неё, но Питер сделал так, что вся команда загорелась реализацией собаки, и готова была вложить в это себя и свои силы. Альбион вместо действия игры необходимо было освежить. Идей было несколько, но так как о прямом сиквеле спустя несколько лет после оригинальной Fable никто не думал, то решено было толкнуть мир прямо в будущее. В качестве референса использовали фильм «Братство Волка» Кристофера Ганса. Это мрачное кино, визуальный стиль которого ближе к платборн, чем к Fable. Но отсюда вот взяли примерный временной период и ружья, новый вид орудия дальнего боя. Скачок составил 500 лет, и это не очень радовало художников игры, ведь за такой период многое поменялось в мире, и нельзя было брать оригинальные текстуры и модельки, и они теперь должны соответствовать новому духу времени. Когда фундамент игры уже был заложен, Питер Малиньё и Марк Уэбли, соучредитель Вайнхэт, попросили авторов убрать из игры возможность погибнуть. То есть после потери ХП вы просто появляетесь там где-то рядом с местом гибели. Никаких геймоверов и загрузок. Это раскололо команду. Часть разработчиков была уверена, что без смерти нет чувства угрозы, нет чувства выполненного долга после победы над врагом или прохождения задания. Но другая часть соглашалась с Питером и говорила о том, что Фейбл это не игра в вызове, а решениях игрока. Поэтому убрать смерть логично, так игрок просто идёт своим путём, не перезагружаясь и не переигрывая один и тот же момент раз за разом, если у него что-то не получается. А в конечном итоге всё уже было решено на высшем уровне, оставался лишь вопрос реализации. Питер как-то предложил идею с перерождением души погибшего героя в случайного NPC в игре, давая игроку возможность стать совершенно другим персонажем. Но у ребят на этот раз были чёткие сроки и обязательства перед Майкрософт, поэтому не было времени думать над реализацией такой глобальной механики. Тем более очень много сил ушло на собаку. Поначалу пёс-компаньон был имбой и вынюхивал за километры сокровища, ещё и врагов заранее бежал гасить. Потом наоборот, пёс оказывался просто бесполезным, ничего толком не делал. Найти баланс было трудно, иногда авторы отталкивали его реализацию просто куда-то в дальний тёмный угол, чтобы вернуться когда-то потом. И в итоге получилось так, что вернулись к псу примерно в последние полгода разработки и просто переписали всё с нуля. Часть разработчиков была уверена, что овчинка не стоит выделки и игрок не привяжется к псу. В финальные месяцы разработки произошло недопонимание между британской Лайнхэт и американской Майкрософт. Если письма с угрозами из-за однополого контента не беспокоили Лайнхэт, то вот намёки Майкрософт вполне себе. Американская корпорация считала, что градус однополой активности надо бы снизить и в идеале до нуля. Ибо часть тех самых писем была как раз из США, где хватало противников ЛГБТ-движения, как бы в это не было трудно поверить сейчас. Лайнхэт же кое-как выпросила оставить однополую любовь и объясняла, что у игры и так рейтинг 18+, в некоторых странах 16+, и если убрать из неё возможность крепкой мужской любви, то это ничего не изменит. Недопонимание продолжилось позднее, ближе к релизу. Джон МакКормак, художник игры, называет маркетинг Фейбл 2 дерьмом. Наш сеттинг был в духе Монти Пайтона, сказочная, ироничная, а местами даже драматичная игра, в которой мы отказывались от стереотипных подземелий драконов. И что же делают маркетологи? Что у вас тут, ролевая игра, да? Это там, где магия, драконы, ага, значит это и будет в рекламных материалах. Раз мы работаем над РПГ, то зачем что-то придумывать, когда можно позиционировать Фейбл 2 как что-то шаблонное? Но Джон скорее исключение, чем правило. Большинство сотрудников считало, что всё вполне себе сбалансировано, и продвигать игру по всему миру в духе «у нас тут проект в стиле Монти Пайтона» было бы ошибкой, а британцы и так знали, чего ждать от Фейбл 2. Повторились ошибки прошлого. Тестирование, которым теперь занималась Майкрософт, выявило в игре свыше 67 тысяч багов. В 2008 году впервые команда Microsoft Test наградила игру баг-рейтингом «Чёрный». Существовало зелёный, оранжевый, красный, и такие игры проходили через руки тестеров, но чёрный был впервые. Багов было так много, что пришлось отказаться от части идей, которые были плохо реализованы. Точно известно, что из игры убрали динамическую смену погоды и возможность драться подручными средствами, например, кружками в баре, которую Питер Молиньё обещал реализовать. Питер Молиньё обещал. 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 Снова в ритме кранча Lionhead заканчивает Fable II, убирая последние баги и откладывая выпуск онлайн-режима. Возможность совместной игры по сети сделать не успевают и обещают добавить патчем, а пока насладиться игрой одному, либо с другом за одной консолью. После четырёх лет разработки, в октябре 2008 года, эксклюзивно для Xbox 360, выходит Fable 2. Fable 2 возвращает нас в Альбион. За 500 лет изменилось многое. Теперь мы играем за сироту, мальчик или девочку, в зависимости от вашего выбора, хотя каноном считается прохождение за юношу. Вместе с сестрой по имени Роза и неназванной собакой мы пытаемся выжить на улицах Глушвилля. В один момент жизнь меняется благодаря волшебной шкатулке, исполняющей желания. Желанием детей была жизнь в замке мэра города и оно сбывается, но, как говорится, бойся своих желаний. Мэр города зовёт нас в замок, где убивает нашу сестру и пытается убить нас, но благодаря чуду и слепой провидице по имени Тереза мы выживаем. 10 лет герой восстанавливается от раны и тренируется, чтобы противостоять Люциану, так зовут мэра Глушвилля. Для победы нам понадобится найти трёх героев – мастеров силы, ловкости и воли. Первым героем станет Кувалда, милая девушка, олицетворяющая силу, при этом отказавшаяся от силовых методов решения проблем. Она нужна не только нам, но и Люциану, поэтому ей придётся столкнуться со злом и нарушить свой кодекс пацифиста. Следующий герой воли – чародей Гарт. Бывший советник Люциана, решивший покинуть мэра, когда тот перешёл на тёмную сторону и начал стрелять в детей. Гарта найти нелегко. Когда он окажется уже рядом с нами, его схватят солдаты Люциана и отправят в шпиль. Это конструкция времён Древнего Королевства, и сейчас Люциан хочет вернуть ей силу и использовать в своих злых целях. На поиски Гарта уйдёт ещё 10 лет. Точнее, не на сами поиски, а на жизнь в шпиле. Мы притворяемся солдатом шпиля, придётся избавиться от своего снаряжения и магии. Этот компромисс поможет в итоге приблизиться к коменданту шпиля, убить его и сбежать с Гартом. Остаётся последний герой – Ловкач. Героем его назвать сложно, ему чужда мораль, он эгоистичен и вообще он большую часть жизни был пиратом и отстреливал людей. Ловкач жёстко воспользуется нами. Сначала захочет, чтобы мы пожертвовали остатками молодости, ответив за грехи Ловкача, а позднее захочет продать нас Люциану. Загвоздка в том, что Люциану нужны все герои, в том числе сам Ловкач, и когда Экспират это понимает, он в очередной раз переобувается и становится на нашу сторону. В итоге мы собираем троицу героев и вместе под названием Холм Героев Тереза проводит ритуал. Герои силы, воли и ловкости соединяются в нашем персонаже, чтобы теперь он мог противостоять Люциану. Как раз во время ритуала появляется сам Люциан, забирает героев и стреляет в нас, но вновь у него не получается нас убить. Наш верный пёс прикрыл нас от пули. А вот после гибели собаки Люциан всё же попадает в героя. В некоем подобии Лимбы мы становимся ребёнком и живём вместе с Розой, давно погибшей сестрой, будто уже из другой жизни. Здесь мы находим музыкальную шкатулку, этот артефакт возвращает нас к жизни и помогает победить Люциана. Хоть в итоге Люциан и мёртв, шпиль уже построен ценой жизни многих людей. Шпиль дарует нам исполнение одного желания. Мы можем пожелать воскрешения жертв, что погибли во время постройки шпиля, а можем пожелать вернуть нашу сестру и пёсика. Или же забить на жизни людей и пожелать себе богатства. Что бы вы не выбрали, герой расходится по разным частям земли. Тереза остаётся в шпиле, а вы… Сначала вы отправитесь на Сучковый остров, где поможете жителям вернуть возможность изменять погоду. Так Лайнхэт частично реализовала динамическую смену климата в дополнении. А ещё позднее, в дополнении Узри Будущее, вы узнаете, что история ещё не закончена. Тереза, благодаря шпилю, видит будущее, и в нём мы становимся правителем всего Альбиона. Но наша судьба окажется мелочью по сравнению с будущим нашего дитя. Наши же приключения подошли к концу. Фейбл 2 стала хитом во всех смыслах. Это самая продаваемая ролевая игра за всю историю Xbox 360. Полтора миллиона копий продано за две недели после релиза, а за полтора года было продано свыше трёх с половиной миллионов копий. На этот раз Лайнхэт предвкушал успех. В Лондоне прошла шикарная вечеринка по случаю выхода игры, где сотрудники на гигантском телевизоре смотрели первые обзоры прессы. Ещё никто не знал, что там за очень редким исключением будут одни девять из десяти и десять из десяти. Позднее Лайнхэт получит премию Бафта за лучшую приключенческую игру. И конечно же такой проект поддерживали дополнениями. Всего в течении года после релиза вышло два дополнения Сучковый остров и Узрей будущее. Так как Фейбл 2 была открытая концовка, дополнения продолжили сюжет суммарно где-то часа на четыре. Ну и по классике добавилось новой брони, оружие, врагов, ачивок. Ну вы поняли. В каком-то смысле Фейбл 2 стала консоля селлером. Вместе с игрой продавались геймпады для Xbox 360, да и сам Xbox 360 версии Elite поставлял всё вместе с Halo 3 и Фейбл 2. Позднее вышла версия игры Game of the Year Edition, версия Xbox 360 Classics, короче говоря цифры продаж росли с каждым днём. Но продавалась она эксклюзивно. За все эти годы игра так и не вышла за пределами Xbox 360. Разве что по обратной совместимости можно поиграть на новых Xbox, но не более. Я находил слухи, что якобы ПК-версия Фейбл 2 была в разработке, но в 2011 году их опровергнул дизайнер Lionhead Майк Уэст. Он прямо сказал, что на ПК-порт не было времени во время разработки, а сейчас, в 2011, когда было интервью, перед студией нет задачи делать его, поэтому не надо его ждать ни сейчас, ни в будущем. По этой причине сикл Фейбл добрым словом помнит куда меньше людей, как минимум у нас в стране. Обещания времён создания первой части всё ещё оставались обещаниями. По большей части. Завести семью и детей можно было, а вот обещание, что дети убитого героя будут мстить за него, это уже чушь. Деревья растущие в реальном времени всё ещё не появились, NPC так и не могли увести у нас квест из-под носа и нельзя было отравить реку рядом с поселением, чтобы убить всех жителей. Забегая вперёд скажу, что в 2011 году Питер честно признался, что десяток или около того обещанных фич были выдумкой и никогда даже не обсуждались с разработчиками. Всё это Малиньё сделал для того, чтобы восторженные журналисты пошли строчить о Фейбл и какой она будет легендарной. Но во время релиза Фейбл 2 об этом ещё никто не знал, поэтому находились те, кто верил и ждал реализации всех обещаний Питера. И смысл ждать был, потому что было объявлено о разработке третьей части серии, которая также выйдет на Xbox 360. Возможно кто-то уже знает, как я обожаю третьи части игр. В них всегда есть что-то особенное, особенные кабаны, особенные концовки, особенные ошибки сети или даже особенное количество кадров в секунду. Но вот сможет ли удивить Лайнхэт? Что ж, об этом мы поговорим в третьей части истории серии Фейбл. На сегодня же у меня всё. Если видео вам понравилось, было интересным, то буду крайне признателен вашей подписке на канал, лайку, комментарию и любой другой репостной активности. Спасибо вам за внимание, всем добра и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok